Бороться за оставшихся политзаключённых и не отождествлять россиян с политическим режимом. Первые заявления освобождённых из российской тюрьмы Владимира Карамурзы, Ильи Яшина и Андрея Пивоварова. В пятницу 2 августа они выступили перед журналистами в штаб-квартире Deutsche Welle в Бонне на западе Германии. В то, что они наконец на свободе и самим политикам и журналистам, кажется, не верилось до последнего. «Ещё неделю назад я сидел в одиночной камере крытой тюрьмы в Сибири. Вчера утром я, как и мои товарищи, были в следственном изоляторе КГБ ФСБ Лефортово. А сейчас нас сюда везли на эту пресс-конференцию по очень живописному берегу Рейна. Поэтому очень трудно избавиться от какого-то абсолютного сюрреализма происходящего». На состояние здоровья политики не жалуются. Большим испытанием для них стала изоляция в одиночной камере. «Каждому из нас сегодня с утра пришла делегация врачей, человек 10, наверное. В масках. Да. Разбудили нас в 8 утра и с очень таким драматическим видом сказали о том, что мы получили результаты ваших анализов. У нас есть результаты анализов вашей крови. Мы обнаружили в них дефицит витамина D. Непонятно даже почему у нас оказался у всех дефицит витамина D». Прошения о помиловании на имя Владимира Путина политические заключенные не писали. Владимир Карамурза рассказывает, что в колонии ему безуспешно предлагали сделать это пять раз. На руки Карамурзе Яшину и Пивоварову выдали лишь внутренние российские паспорта. Яшин подчеркивает, что расценивает обмен как незаконное выдворение его из страны. «Скажу искренне, скажу как есть. Больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Первое желание, когда я оказался в Анкаре, когда я оказался в Германии, первое желание было немедленно поехать в аэропорт, взять билет и вернуться в Россию. «Самое страшное то, что мне абсолютно ясно и четко дали понять, что мое возвращение исключит любые обмены политзаключенных в обозримой перспективе». В организации встречи прессы с политиками приняли участие члены ФБК. Мария Певчик, Леонид Волков и Иван Жданов. Они планируют помогать освобожденным политзаключенным в адаптации. Они прилетели, у них не документов, у них только там собственные цепи в виде тюремной робы, в которые они приехали. И просто какие-то совершенно простые вещи, как купить одежду, привезти телефон. И, конечно, мы словно будем рады видеть людей в нашей команде. И надеемся, что они отдохнут. И когда решат, что делать, мы тогда будем помогать во всем. О своих планах на будущее освобожденные политзаключенные говорят однозначно. Политическую деятельность они продолжат и за рубежом. Например, отстаивая права российских граждан при введении санкционных ограничений. Мне кажется, что сейчас часть людей стала концентрироваться, может быть, на важных, но проблемах тех, кто ехал. И это стоит ту энергию, которая бросается на это, перенаправить внутрь. И если те люди, которые находятся внутри, увидят хорошие мысли, идеи, увидят поддержку от тех людей, которые находятся за рубежом, и та координация, которая невозможна внутри, можно будет сделать со стороны извне, это, мне кажется, будет та ниша, которую мы займем, и это в том числе придет к освобождению политзаключенных. На мой взгляд, вот этот принцип всеобщих санкций против всех, не против режима Путина, а уже против вообще всей России, ну, во-первых, этот принцип очень несправедливый, а во-вторых, он в значительной степени контрпродуктивный. Поэтому я вижу одной из своих главных задач, работу вместе со свободным миром, с лидерами свободного мира, с парламентариями свободного мира, для того, чтобы на Западе все-таки лучше чувствовали эту разницу между Россией и путинским режимом и не ставили между этими двумя понятиями знак равенства. «В нашей стране не посадить нормально не могут, не освободить. Веселое государство, не соскучишься», – процитировал Владимир Карамурза Владимира Буковского. Показывая журналистам свой внутренний паспорт, он буквально повторил жизнь знаменитого диссидента, высланного из СССР в 1976 году. И это не единственная параллель. Историк Карамурза считает, что, как и в советское время, изменение российского политического режима произойдет мгновенно, резко и неожиданно.